кто-то первый раз отлично что вы присоединились итак мы говорим о периоде становления московской руси это новый период в истории россии я подключаю демонстрацию экрана чтобы вам было зрительно видно о чем мы говорим мы говорим о времени прихода к власти такого правителя как иван 3 перед этим говорили о задачах этого периода в общем наша тема связана с историческим временем второй половины 15 века и 1 3 16 века то есть конец 15 можно сказать 16 века если говорить о европейская может быть история да в европе мы говорили тоже идут такие же процессы становления да но немножечко в другом направлении у россии были свои особенности естественно связаны были они из истории предстоящей до предыдущей и с характером вообще развития и задачами этого периода мы обозначили следующее во первых конечно же самое главное было освободиться от иго от этой зависимости да на прошлом занятии иго вот как раз на прошлом занятии хотела сказать что прозвучал вопрос о том была ли эта зависимость насколько тяжело было руси да в этом иге иго это такое слово но в политической истории означает зависимость от кого-то до давление извне вообще этот термин он это хозяйственный термин и если ярослав вижу твою руку и если говорить если говорить о таком как сказать лошадиные упряжи дату иго вот связано с хому там что-то такое вот что запрягают до в лошадь и в дальнейшем понукают вот иго характеризовалась тем что русь была зависима от такого конгломерата можно так сказать да или государство уже золотая орда это монголо татарское нашествие которое в итоге вылилось в существование соседнего государства золотая орда которому русь выплачивала большие деньги достаточно дань вот периодически изначально ордынские данники прибывали на русь для сбора до той самой да не творили какие-то плохие дела но постепенно все это вылилось просто в сбор дань и конечно же еще одна один вид зависимости был то есть мы говорим о зависимости до руси от золотой орды и вот от этого хотели избавиться вот еще один вид зависимости это получение специального ярлыка на княжение то есть чтобы стать князем на руси великим князем на руси князям при вижу ваши руки князям при при не приходилось обращаться к хану для того чтобы он как бы надал свое согласие и вот феодальная борьба который мы сейчас будем продолжать говорить да это как раз показатель последние такие отголоски когда русские князья обращались к ханам за вот этим самым ярлыком ярослав честно я хочу сказать что вот тут и к она же но есть также теории ну то что это вообще не совсем ига что они наоборот платили для того чтобы защищали руси да есть разные теории есть даже теории того что это бы о том что это было взаимовыгодное сотрудничество да русь получала что-то в культурном плане в том числе да в плане военного развития прежде всего да потому что татаро-монгольское войско это войско дисциплинированное и во многом вот такой профессионализм армии да мы получили от ордынцев да и орда конечно же получала не только деньги да как выход дань дань дали но и культурное воздействие естественно кирочка давай а вот как звали вот этого кто хотел освободить атыга освободил в итоге и вам третий но освободить хотели все начиная с дмитрия донского мы говорили да что к его задачи мы писали освобождение атыга в задачах это было как раз и василий второй и иван третий который осуществил в итоге это период исправления посмотри если посмотрим 14 я именно хотела спросить кто писал вот на кого на чье имя мы это писали мы это писали на весь период видишь тут достаточно большой период с получается 40 70 лет да это период правления нескольких князей это конец правления василия второго вот эти сейчас опущу как раз вам вниз нашу родословную вот василий второй темный мы сегодня закончим их историю каким образом он пришел к власти и управлял и конечно же основная задача легла на плечи его сына ивана третьего его год управления 1462 1505 то есть его управление и василия третья василия третьего сына ивана третьего вот то есть у нас идет вот такая такая линия василий второй иван третий можно знаки восклицания поставить да и мы про это проговаривали не помню записывали или нет но говорили точно что это период двух правителей ивана третьего и василия третьего иван третий яркая личность харизматичная личность в его правление и произошли все вот установление всех вот этих задач решения вот этих задач да ты я ненавижу игорь что мне сделать чтобы убрать игорь отлично вот это мог сказать как раз и в вам третий наверно да потому что именно ему удалось решить этот вопрос и вам подпиши внизу что великий князь о сударь как они говорили как описалось про в то время про правителей о сударь руси сия руси то есть всей руси иван третий так ярослав тоже твоя рука вижу было и у елисея рука очень хотел сказать один вопрос ярослав я к сожалению ничего не услышали иго вот тили а сейчас слышно даже да сейчас слышно хорошо да все хорошо да то есть мы один вопрос одно дополнение да пожалуйста первый вопрос один правильно вот ли я тему записал иван третий и дополнение платили вот эти вот вы сказали что платили много но десятину же платили да то есть вот какой-то там участок земли и горят платите ну точнее отдавайте нам десятину то есть десятую часть но я думаю что это не так многое сейчас десятая часть это изначально была установлена такая даническая потом а потом больше поесть да было да потом было больше почему потому что еще до дмитрия донского еще в начале 14 века прошла перепись населения русского то есть фактически после установления власти татаро-монгол да я вот еще раз обратила внимание на тему сейчас поставила перед вами да чтобы вам было с чего списать вот еще после установления фактически вот этой данической зависимости как ты правильно заметил ярослав десятая часть скорее была мала для ханов золотой орды и поэтому на руси была проведена перепись населения где уплату дани уже взимали с каждого мужчины то есть с каждого совершенно летнего до представителя мужского пола вот и это было уже достаточно серьезные деньги которые ложились бременем на каждое хозяйство то есть уже не из какой-то области снималась действительно десятая часть а уже с каждого хозяйства а елисей ярослав я ответила на вопрос я надеюсь да 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 я все спасибо спасибо ага спасибо за вопрос елисей давай твое замечание вот последним правителем династии львиковичей было иван четвертый да не совсем последним там последним был его сын федор иоаннович да 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 он был слаб здоровьем и о нем мало что известно но как бы посчитается что он последний из династии но конечно же из таких крупных правителей то иван четвертый да все верно так ну давайте продолжим нашу тему и так у нас идет запишу задачу задачи пожалуйста и так задачи этого периода задачи этого периода и здесь у нас вот я вспомнила у нас на картинках отмечены иван третий и василий третий но мы их наверное с вами просто не отметили до о ком идет речь вот здесь вот задачи периода давайте тогда и отметим два вот этих имени о ком идет речь у нас и так иван 3 плюс василий третий я сокращу я думаю что вы поймете до ком идет речь я помню я помню кирочка у тебя зарисовано можно не писать я уточнила чтобы у вас уточнила чтобы у вас не было каких-то вопросов разногласий по поводу того о чем о ком мы говорим прежде всего да итак это период двух князей великих но мы чуть-чуть назад немножечко отойдем с вами на тот период 1425-53 года когда фактически происходит очередная междоусобная война и эта война нужна была для того чтобы победить тот самый строй вижу даши руку сейчас дашенька дам тебе слово нужно было победить тот самый строй когда переходила власть от к старшему в роду и вот этот момент да после смерти дмитрия донского это и произошло среди князей и в этот такой скажем середине 15 века русь наконец-то так же как и в европейских государствах на руси да так же как в европейских государствах устанавливается вот это способ передачи власти к от отца к сыну он снимал очень много противоречий во первых конечно же никуда не девалась вот эта родственная война борьба да за престол каждый хотел урвать побольше от своего царского происхождения но вот эта прямая линия от отца к сыну она закрепилась наконец-то да и убрала лишние возможности для борьбы для других представителей княжеского рода даша пожалуйста твое слово твой вопрос а это получается семейка ивана еще что получается семья ивана да это получается вот это вот родовое дерево да мы как раз прослеживая то что черным написано это это что с кем они сражались в том числе отличный вопрос дашь зеленым а территории территории расширение территории сейчас я напишу нормально чтобы было всем понятно и так задачами основными задачами этого периода к 16 веку русь становится централизованным крупным достаточно государством с централизованной властью и охватывают уже достаточно большие территории расширение территории территории почему это было важно это было важно для того чтобы опять-таки перебороть власть местных маленьких управленцев вниз князь князьков можно так сказать да которые тоже претендовали в свою очередь на какие-то роли например княжества рязанская вот здесь расширение территории я думаю понятно теперь до три вот эти главные задачи чтобы россия становилась власти что такое реформы власти мы к ним придем какие органы власти нужно было чтобы появились да к судебнику ивана третьего мы придем это это значит что мы расширяем территорию но убираем оттуда тех к войну местную власть мы да с местной властью решаем как-то с маленькими вот этими правителями мы решаем каким-то образом вопросы для чего для того чтобы вот эти территории небольшие да они не умерли потому что на земле кого не останется если будет война постоянно конечно конечно постоянная война она была не выгодна на самом деле да и самим правителям когда-то было выгодно например когда нужно было завоевать присоединить да или каким-то образом поспорить с соседними государствами но конечно же война не выгодно прежде всего экономически да она же разоряет даже если соседние как это сказать внутри одного государства да люди представители разных областей там рязанское княжество и московское княжество если одно нападает на другое это всегда связано с разорением и конечно же князья понимали это да и расширяя территории сейчас вижу ярослав твою руку расширяя территории и вам третий например и про него сказано в летописях что это человек который шел на договор прежде всего да на беседу ему было важно несмотря на какие-то деспотичные его качества которые в старом возрасте еще больше проявились да но он прежде всего исходил из договора если например умирал князь ближайшего там тульского княжества вот маленькое такое тульское княжество калужского мажайского княжества да он московский князь но мы если говорим уже да о иване третьем то про него говорим он старался например выкупить у потомков этого маленького князя их землю и конечно это было даже выгоднее да чем воевать непонятно на что претендуя вот проще было получить деньги остаться там правителем под рукой то есть под властью москвы вот так поступал иван третий но мы к этому сейчас придем еще да пожалуйста сейчас что-то ярослав что-то даша хотела у нас договорить вот эти задачи кто писал можете пожалуйста перелистать я сейчас перелистаю это я писала их ага мы пока будем да с вопросами пожалуйста кто-то а а а а иван третий иван третий василий третий да это вот про тот про то время про тех князей мы говорим которые создали можно сказать единое московское государство до централизованное а дальше все пошло уже развиваться и разрастаться ярослав давай я знаю сказать а вот то день то получается семейное древо может быть не полная да нет конечно они же ведь правили рюриковичи 600 лет конечно не полный нет это мы видишь с дмитрия донского чтобы проследить как раз каким образом там запутанная была древо же до дмитрия донского да если вы помните вот во время феодальной раздробленности там вроде как и владимирские князья которые получали ярлык на новгородский стол например потом киев переезжали потом опять во владимир тот же александр невский например да там такая путаница была на самом деле вот и наконец все устаканилось более-менее если если война все люди перемешались конечно но и князья тоже мешались да ему дают ярлык например владимирскому князю дают ярлык на новгородское княжество он отправляется в новгород потом ему там не нравится он возвращается обратно потом он хочет киев и так далее и тому подобное вот это вот и в конце концов мы пришли вот к той тому древу до родословному кирочка вижу твою руку которая перед вами сейчас я еще раз опущу много вопросов у вас это отлично да ярослав это не полное древо естественно да это для того чтобы в голове ага в голове устаканилась линия у них а получается они же все называются по отчеству рюрикович и получается тогда фамилия фамилия нет фамилия рюриковича да изначально это да изначально это было имя да первого князя но вот на руси складывается в принципе как и в европе в том числе а как фамилии появлялись родовые вот эти фамилии они появлялись либо по принадлежности какой-то профессии например да либо по принадлежности к какому то в главному в роду человеку тот же самый рюрик любит вы из рода кого из рода рюрика вот так говорилось из рода рюрика и потом рюриковичи для нас кажется что это отчество рюрикович Рюрикович, но это на самом деле уже, можно сказать, фамилия. Фамильное название. Название фамильное. Рюриковичи, то есть из рода Рюрика. Да, ну потом уже вторая уже нормальная фамилия была Романова. Вопросы? А можете еще раз показать того князя, который... Да, сейчас покажу. Задача. Скажите, пожалуйста, все ли справились? Елисей, Сара, у вас тоже руки. И у Ярослава еще вижу одну руку, да. Давайте Елисею дадим возможность проговорить. Вот как вы называли это как бы князьями, которые правят некоторыми городами или областями, они называются не князишками или немалыми князьями, они же называются вроде бы удельными князьями. Удельные, молодец, умничка. Удельные князья. Князьки мы их назвали не из-за того, чтобы унизить их достоинства, а из-за того, чтобы показать, что это были небольшие, маленькие правления и сами по себе вот эти князя были не такого уровня, скажем так, как московский князь. Ты абсолютно прав, Елисей, спасибо большое. Каждый город, каждая область вокруг него, это был как надел, да. Надел или по-старославянски удел. И поэтому тот князь, который правил в своем уделе, то есть надели, надел от слова наделять, да, чем наделил там московский князь или владимирский князь когда-то, кого-то из своих родственников, вот эти мы владели. Поэтому да, все правильно, Елисей, удельные князья, конечно же. Так, Сара. У меня три вопроса. Давай. Первый. А сколько всего правили князья? Второй. Если их меняли, их меняли по какой причине? Ну, то есть, например, если, например, для всех князей всего лишь правят три года, то каждые три года менялся князь. Или, например, так, когда князю исполняется, например, 80 лет, он перестает править. Или князь меняется только, когда предыдущий умирает. Или князь выбирает сам, когда он готов отдать свое правление. Отличный вопрос. Это все вопросы? Можно я попробую ответить? Давай, Ярослав. Смотри. Вот на первый вопрос, сколько всего они правили? Я так понимаю, вся династия сколько правила, да? Нет, каждый князь. А, каждый князь. Ну, честно, подсчитать тут достаточно тяжело, так как всего князей, по-моему, было больше 50, наверное. Ну, я добавлю, каждый правил в силу своего возраста и возможностей, да, от момента, когда он приходил к власти, до момента смерти. Это переход во второй вопрос как раз. Да, то есть они правили до своей смерти, в основном. Получается, да. А третий вопрос я честно не помню. А князь может, например, не ждать своей смерти, чтобы передать правление, а сам сказать, то есть сейчас я не могу больше править, я уже старый, мне ничего не получится, могу я передать? Честно, да, они так, наверное, могли сделать, но знаешь, когда ты правишь, что-то не особенно хочешь другим передать, потому что ты как бы боишься за свое государство, что вот, мол, разрушат все. Наверное, так. Спасибо большое, такой очень здоровский диалог у нас получился. На самом деле, если говорить, если говорить, вот, отвечать на эти вопросы, очень качественно, Ярослав, спасибо, молодец, умничка. Действительно, как и в других монархиях, да, в других королевствах, еще существует такая система наследования, когда умирает, значит, князь, он правит до своей смерти, да, и потом только власть переходит к его потомкам. Вот раньше на Руси переходила к старшему в роду, это мог быть брат, например, умершего князя, да, и вот эта феодальная борьба, о которой мы сейчас продолжим говорить, это как раз показатель того, что Русь переходит от одной системы наследования к прямой системе наследования, да, вот, то есть, сейчас отвечая на вопрос, могли ли они передавать власть при жизни, могли в виде завещания, могли в виде завещания, завещание писал каждый, в принципе, князь, он завещал и того человека, кому он передает власть, вот из-за этого как раз и вышел спор в середине, фактически, 15 века, да, и передавал какие-то его представления о том, как должна строиться государственная политика в этом государстве, но власть передавалась, конечно же, после смерти, правильно сказал Ярослав, однако, были такие прецеденты, когда, вот, Сара сказала по поводу старости, да, старый князь, там и так далее, но до старости они особо не доживали, если честно, в то время, вот, но были моменты, когда, например, Василий Второй, это отец, да, Ивана Третьего, он в результате феодальной борьбы, борьбы за власть со своим дядей и со своими двоюродными братьями, он был полностью ослеплен, и вот такие моменты случались, когда, ну, на троне оказывался человек недееспособным, физическая вот эта вот немощь, да, отсутствие глаз, она считалась физическим недостатком, да, и такой государь не мог править единолично, таким правителем всегда, к таким правителям всегда присоединялся соправитель, и здесь Василий Второй сделал свой выбор в пользу своего сына, несмотря на то, что ему было в момент ослепления 10 лет, Иван Третий уже возрастом 10, уже к 12 годам еще более, ну, серьезно, да, он постоянно сопровождал своего отца, зачитывая документы, подписывая документы, общаясь где-то с послами в том числе, то есть передавал волю своего отца. Вот такие прецеденты, когда было соправительство добровольное, да, оно имело место быть, ну, и плюс, дальше мы посмотрим, что были случаи, когда по прямой линии правители, они были либо психически, либо физически, были такие случаи недееспособны, ну, умственно, да, не психически, умственно, недееспособны, всякие моменты случались, и тогда существовала система двоевластия, но добровольно, как сказал Ярослав, да, скорее всего, не передавалась, да, власть при жизни, да, не было таких прецедентов, которые случались, может быть, в древней истории, да, средневековой истории, европейской, хотя там тоже все заканчивалось смертью короля, мне кажется, да, передачей власти, в основном, если углубиться. Сара, скажи, мы ответили на твой вопрос, на твои вопросы? Да. А по поводу времени правления каждого князя, каждый правил в силу отведенного ему физического времени, да, вот, если посмотреть, там, Дмитрий Донской, например, у каждого есть даты, каждый, конечно же, по-разному, а всего в 600 лет. Всего, да, ну да, можно так сказать. 600 ли? 600, ты правильно посчитал? Надо посчитать. По-моему, 600, 6 секунд. С 860, или с 880, 860 второго года, да, мы начинаем. Так, сейчас, так, можете, пожалуйста, сказать еще раз последнюю дату и первую. 862 призвание варягов. Ты примерно прав? Чуточку, чуть-чуточку прибавить. Так, Кира, ты что-то хотела сказать, и Даша, что-то хотели сказать, и Ярослав? Я вот хотела сказать, что вот я добавила тут несколько схематичных рисунков, я назвала вот такую штуку вверху, это типа в одну сторону князья, и они все в разные стороны тянут, иго тянут за собой цари, а цари, а князья пытаются убежать от иго. Да, ну что и произошло в 1480 году фактически, ага. Дашенька, твой вопрос? Я не доделала, я не договорила. А, извини, пожалуйста, Кир. Тут у меня нарисован монгольский царь, а здесь наш князь. И тут написано ярлыки и иго, вещь хорошая. Это князь, это говорит... Хан, наверное, говорит, да? Хан. Кому хороша, кому плохо, это наш князь. А тут я сделала указы, типа вот царь держит, князь держит книгу с указами. Вот. А тут написано я о сударсе, я Руси, велю каждому мужчине отдавать часть своего богатства. Тут подпись. Отлично. Кира у нас постепенно создает комикс по ходу нашей истории. Я подсчитал сколько времени, но часто в помощь еще немножко себе использую интернет для дат. Получается, 736 лет, правильно? Ну, примерно, да. Если считать до 1584, до смерти Ивана IV, хотя мы говорили, что ему наследовал его сын, и где-то до начала 1600-х годов, когда Борис Будунов у нас уже пришел к власти, можно считать, то фактически с 862-го года по 1600-й год это Рюриковичи, если мы говорим о Рюриковичах. Да, молодец. Больше 700 лет все правили вместе. Так, пока мы будем дальше рассматривать феодальную раздробленность, феодальную борьбу, давайте мы немножечко, ага, сейчас я дам слово Даше дальше, а мы пока, смотрите, из листочка бумаги вырежьте, пожалуйста, полосочку, и помните, мы как-то делали с вами фигурки, мы их вклеивали, да, в тетрадочку в нашу, чтобы немножечко разнообразить наш конспект, и вот эту полосочку на две части. Я не пробую вырезать, потому что у меня нет рядом ножниц. Ага, ладно, можно сделать потом. некоторых персонажей мы с вами сделаем вот таким образом. Так. Я знаю, как можно сделать, я просто возьму бумагу, листочку, сложу, листочку. Отлично, здорово. Вот такая, помните, у нас была раскладочка? Вот такая раскладочка, да? Мы на одной стороне рисовали князя. Для чего это сделаем? Ну, для того, чтобы немножечко разбавить нашу беседу и наш конспект. Итак, мы с вами подошли к моменту, когда устанавливается власть прямая. Здесь очень важный тоже момент в этом периоде. Почему? Потому что к дальнейшему таких прецедентов борьбы за власть уже не было. И вот еще раз обратим внимание вот сюда. С вами ага. А эту бумажку надо склеивать? Да, между собой мы склеиваем, внутри между собой мы склеиваем, чтобы она не топорщилась у нас, не расходилась. И потом эту склеенную, смотрите, у нас останется подножие. и мы сюда давайте отметим вот таких бумажек сделаем четыре и у нас будут на этих бумажках вот эти персонажи. Василий Второй, Юрий Дмитриевич, Василий Юрьевич и Дмитрий Юрьевич. Можно не писать вот эти Юрьевича и так понятно. Василий Косой, Дмитрий Шемяка. И вот в 1400 отметим ниже с вами после наших задач, после того, как мы написали, что это период Ивана Третьего и Василия Третьего. Давайте отметим следующее. Важно, важно, установился порядок прямого наследования. Установился порядок прямого наследования. Это было очень важным. У меня были вопросы по семье. Можете, пожалуйста, полистать выше? Повыше? Угу. Сейчас я вот это уберу. Ага, сейчас, секундочку, мы тогда закончим с надписью, которая у нас должна быть. Смотрите, что мы пишем. Мы написали с вами А что делать с этим листочком? Я его сложила. Таких нужно четыре штучки. Ты можешь порвать так, чтобы поменьше они были размером. Да, да, да. Вот смотри, мы вот этот вот, видишь, вот этот вот, вот эту полосочку мы согнули сначала пополам, а потом снизу отогнули еще по сантиметрику буквально для того, чтобы она у нас была устойчивая такая. Их удобнее еще согнуть сначала в одну сторону, а потом в другую. О, да, Ярослав вот нашел свой способ. Итак, смотрите, что мы делаем. Мы с вами записали задачи, мы написали тех князей, о которых мы говорим. Иван Третьев, Василий Третьев, да, Ярослав. Пожалуйста, вернусь туда. Все, возвращаю, да, возвращаю. И вот, что у нас еще появилось. мы с вами записываем важную вещь о том, что в этот период устанавливается порядок прямого наследования. Установился порядок прямого наследования. Давайте вот так прошла. А я придумала свою штуку. Ага. Я вот взяла полосочку и ее чуть-чуть не доклеила, а внизу взяла разрезала и можно уже приклеивать, оно держится. Ну вот сколько ты молодец, прошла феодальная война. Война и вот здесь мы приходим как раз к нашим заготовочкам, которые нам нужны. Война у нас длилась с 1425 года по 1453 это основные годы. Все-все, вот она стоит перед вами, это надпись. почему мы об этом говорим, потому что в этом, ну в таком состоянии, вот в этой междоусобной войне и детство Ивана 3 проходила и кое-что отразилось на его личности, конечно же, особенно в более зрелом возрасте, когда он да, Даша, очень классно, здорово, отлично, отлично, умничка. Да, 4 штучки таких, хорошо? Ага, отлично, и вот смотрите, что у нас происходит, сейчас я подниму тогда вот эту нашу. Жду, еще мы никуда, мы не торопимся, делаем так, чтобы вам было. А вот эти надписи, где писать, важно устанавливаться порядок? А это идет наш с вами конспект, то есть после задач, после задач периода, после того, как мы написали имена Ивана Третьего и Василия Третьего, мы ниже пишем, важно, установился порядок прямого наследования, прошла феодальная война. Это была последняя междоусобная война, в результате которой прямой порядок наследования устанавливается и уже нет такой борьбы за престол, какой была раньше. Вот эти войны, вспомните, феодальная раздробленность, это же тоже итог серьезных постоянных феодальных усобий между удельными князьями. Установился. Установился порядок прямого наследования. И вот эту табличку мы с вами можем вот нашими этими заготовочками, да, мы сейчас ее разнообразим. А эту таблицу зарисовывать? Смотрите, можно начать зарисовывать, а можно просто... Давайте зарисуем, вот самая первая личность у нас Дмитрий Донской наверху будет, да? Вот так экран чуть-чуть пододвину. Сейчас возьму другой маркер, чтобы... Пожалуйста, я не написала. Все перед вами, не переживайте, все перед вами, никуда не денется. Итак, кстати, мы можем с вами и вот на этих бумажках, на наших заготовочках начать Дмитрия Донского, да? Изобразим его ну, я буду изображать его просто как человечка. Я не знаю. С мечом. Я не знаю, как ему рисовать, я не знаю, как они выглядят. Вот так они выглядят. Посмейтесь вместе со мной, из меня все знают уже, кто мы давно с кем сотрудничаем, из меня художник еще тот. Ну, я вам покажу Дмитрия Донского сейчас на секундочку буквально, убеду у вас экран. Ну, нормальный Дмитрий Донской, не переживай. Да? Ну, вот, смотрите, так вот он выглядел в жизни, и вот так вот он выглядит у меня, ну, собственно говоря. Можно кудряшки подрисовать, собственно говоря, Да, будет похоже. Будет похоже, ну, и все. Ну, правда, и вон третий немножко не совсем как в жизни сейчас покажу. Если тут видно будет, наверное, не видно. Видно-видно. Ничего себе борода какая у него и шляпа. Сейчас я уберу фон у себя. Ага. Слушай, ну, вообще у тебя очень похож, а у меня вот такой, я ему еще кудряшки приделала Дмитрию Донскому. Посмейтесь. Да. Можно ватку провязать такую вот здесь. Да-да-да. Ой, слушайте, если мы сейчас будем творить, это, да, творение наше будет. Итак, вот первая у нас появилась вот эта наша бумажечка, вклеечка, да, это вот, ну, как бы проекция нашей Дмитрии Донской. Сейчас покажу, какой у меня Дмитрии Донской. Ну, потрясающий, потрясающий. Сейчас я еще кудры ему нарисую, у меня будет Дмитрий Донской. Вот такой, да. А что, похож? Похож, да? Ну, спасибо, признали мои художественные таланты. Итак, вот вы поняли, да, что первую бумажку у нас они будут вот таким образом стоять, чтобы у нас получился такой мини-театр настольный, да? И вот по завещанию Дмитрия Донского власть переходит к Василию Первому, Василию Первому, его мы не будем вклеивать, а по смерти Василия Первого, как говорил Донской, власть должна перейти к его брату Юрию Дмитриевичу, да, Юрию Зменигородскому, какое прозвище он имел. Итак, однако, после смерти Василия Первого он был женат на литовской принцессе Софьи Витовтовне, Василий Первый завещает престол своему сыну и литовскому князю Витовту, представляете, то есть деду Василия Второго. Ну, как бы такое небывалое, да, событие. Фактически Москва уходит в такое не подданничество, да, а некую тоже зависимость от уже Литвы. Так, плюс Софья здесь у нас еще выступает, Софья Витовтовна. Это та, которая сорвала пояс, если вы помните, с Василия Косова. в видео у нас была Витов Витов Витовна. Ее тоже сделать? Можно сделать, да, можно сделать. Я хочу, чтобы вот на этих бумажках у вас появились основные персонажи борьбы. Это Василий Второй. Они все так и выглядят, так и рисовать? Вот именно так и рисовать. Мне Дмитрий Лонской похож. Я ему шляпу какую-то слишком современную нарисовала. Такое ощущение как будто бы, ну вот он реально работник офиса вылитый. Отлично, отлично. Вот у меня такая бородка у него тоже. Супер. У меня вот у всех вот, ну как-то так, из меня художник от слова хорошая, да, хороший художник. Ну вот они такие нормальные люди, какие они у нас получаются, конечно. Итак. У меня и вам третий прям суп. Да. Завидная борода. Получается, вот здесь вот мы можем написать прямо, то есть это прямое наследование, да? Можно сейчас еще добавлю быстренько? Почему на Руси число три считается священным? Почему? Потому что Иван Третий и Василий Третий, и Желба Третий были, да? Это они же то есть вот главную роль сыграли, чтобы... Восстановление государства, да, единого. Да, да. У нас такая маленькая, сейчас скажу. может быть. Ага, сопадение такое. Дмитрий. Да, то есть, а вот этот самый верхний, это кто? Дмитрий Донской. Дмитрий Донской сам, хорошо. Да, ДД у нас тут такой, Дмитрий Донской. Ага. То есть, смотрите, слово прямо указывает у нас на прямое наследование, да? Василий Второй по завещанию получает престол, однако у нас еще есть старший брат. Отлично, отлично. Кира, просто потрясающе. Вот посмотрите, да, что у нас в итоге должно такое получиться. И тут у нас еще есть два персонажа, которые выступают в активной борьбе. На самом деле персонажей было много. И как ни странно, Василий Второй выступал с другими своими дядями, если можно так сказать, тремя. Три дяди его родных. Дядьями? Дядьями, да, дядья. Полюбуйтесь. Можно, кстати, лапти им еще из березы сделать. Отлично, рисуйте лапти. Я боюсь, что если я нарисую лапти, у меня вообще ничего непонятно будет. Полюбуйтесь на моего Дмитрия Донской. Дмитрий Донской с мечами, отлично, говорит о том, что он был полководцем. Замечательный Дмитрий Донской у тебя, Ярослав. А кто следующий идет? Так, у нас Василий Второй, мой с бородкой смешной. Сейчас я вам покажу фотку, можно так его красиво нарисовать, нормально. Иван Третий, мне будет его легко срисовать. Хорошо. Так, могу оставить сейчас, да, вот эту вот картинку. Василий Второй. Спасибо, сейчас мы его избили. Давай, такой суровый в шапке. Итак, здесь основная борьба у нас Василия Второго с кем идет. В 1425 году после смерти Василия Первого, отца Василия Второго, да, Дмитрий, который из Венигородской, он же Галичский, он же Дмитровский, у него было несколько прозвищ, да, он едет в Москву, собирается и едет в Москву для того, чтобы присягнуть своему племяннику Василию Второму. Но что-то в дороге происходит то ли по собственному желанию, то ли кто-то его подговорил. Дмитрий резко разворачивается и решает, что почему это я, старший в роду, должен присягать своему племяннику. У меня же тоже есть дети, да, сыновья, которые могут стать великими князьями московскими. И Дмитрий решает, что просто так он власть не отдаст, он будет бороться. И начинается постоянная борьба противоречий. Вот кульминация наступила в 1433 году, когда они друг друга фактически брали в плен кого-то изгоняли даже за пределы, не только Москвы. Часть бежали в Нижний Новгород, кто-то в Великий Новгород, кто-то в Галич, кто-то вообще в соседнюю Литву. На время, конечно же, собрать войска. И каждый из них призывал на свою сторону бояр, понятное дело, и своих родственников. Вот на стороне Василия Второго, как это не странно, выступили все братья Дмитрия Звенигородского, то есть его братья, а дядя для Василия Второго. Получается, что часть семьи была на одной стороне, часть на другой. Причем постепенно Дмитрий в свое время захватил Москву в один момент, пока не умер естественной смертью, но кто-то говорит, что его скорее всего отравили. Вот когда Дмитрий занимает Москву, от него уходят не только московские бояре, но и его бояре. Они не согласны с его властью, и от него же уходят его сыновья, те самые, ради которых он все это дело затеял. Василий Косой, мы ему один глаз, кстати, нарисуем. А потому, что он в процессе борьбы был схвачен, и у него выколот был один глаз. Он монстр, что ли? Не самое приятное зрелище. Если так нарисовать, то будет тогда один глаз. Прошу прощения, у меня Василий второй, честно, получился. О, классный. Ого! Это кто у тебя такой? Это Василий второй. Вау, классный. Честно, у него шапка больная, не княжеская. Итак, и вот в процессе борьбы, да, у нас сыновья Дмитрия уходят от него из Москвы. Они, кстати, присягают Василию второму, но после смерти Дмитрия Василий косой уже понимает, что он-то тоже может стать московским князем, и начинает борьбу против своего брата Василия второго. В этой борьбе вот он был как раз, потерял глаз, стал косым. Дмитрий Шемяка с такой прозвище у него, тут двойное такое тоже, но считается, что либо это Ардык. На заключении Шемяка, знаете, как будто у него такое ощущение, как будто он ходит по ужин в больших ботинках у меня такое. Да, что-то такое есть, кстати. Мне кажется, что Шемяка стала с таким прозвищем Шемяка. Мне кажется, что Шемяка, мне кажется, что Шемяка это потому, что он все время шмякает. Шемякается? Может быть. Ну да, в том-то деле, наверное, то же самое, то, что кривичи у нас же были, у них, наверное, ноги были кривые, они ходили как-то так, неважно. Неважно, наверное. Тут такая картинка Василия Второго вот так сделана. В интернете. Нашел, да? Ну вот можно, да, изобразить. Что-то смеется Ярослав, очень такая картинка веселая. Там на картинке глаза больно. Так, ну вот молнию такую изобразила, вот основные персонажи, это вот эти вот четыре персонажа, да? Так, а, Шемяка-то, Шемяка. Ну здесь вот тоже историки спорят по поводу того, почему он такое прозвище получил. Ну первая версия, это такая ордынская версия, татарская версия, что Чемяк, Чемяк как-то так звучало, да, что это украшение, то есть Шемяка любил себя украшать всякими там поясами, в красивой одежде ходить и так далее. А вторая версия, это чисто русская версия от слова Шеемяка, то есть это человек, который постоянно дрался и наминал всем шею, вот и все, взял шею. Какой кошмар, какой, 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 позитивный князь был. Да, такой князь был, да, 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 ну вот они постепенно, конечно же, не Василий Косой, не Дмитрий Шемяк они утвердились в Москве, естественно, да, власть в конце концов перешла к Василию Второму, который был тоже пойман косым, ослеплен и отправлен далеко от Москвы на север вместе со своей княгиней, с супругой и с Иваном Третьим, вот Иван Третий в таких условиях рос, да, и вот, естественно, у него... мне сейчас всех слипили. Софью Витову делать или нет? Нет, можно не делать, это я так приписала, чтобы вы понимали, да, что чуть ли Москва не ушла под власть Литвы, да, литовского государства, и Витовта, это отец Софьи, который еще тогда правил, но он благополучно скончался, поэтому московские бояре решили, что нет, будем-ка мы управлять сами. Итак, мы подошли конкретно к... очень интересно у нас сегодня выстроилось занятие, много вопросов было о том, как же менялась власть, сколько там князья правили, какие князья правили, но мы... У меня вопрос, а как тогда, если... Ярослав, классно. А как тогда, если вы говорите, что у всех людей этих брали фамилии с помощью профессии, ну как тогда Дмитриевич, Юрьевич, Юрьевич? Нет, это отчество, конечно же, мы говорили, Ярослав вот говорил про Рюриковичей, да, казалось бы, такое произношение Рюрикович, он похож на отчество, оно похоже на отчество, но на самом деле это фамилия, да, это принадлежность к роду Рюрика, Рюрика. Фамилии рождались как от профессии, например, Кожемяка, Кожемяка, да, это человек, который был связан каким-то образом с кожей, мял кожу. Вот. Ой, а кстати, знаете, что у меня получилось? Отлично, Дашенька, отлично. Итак, вот столько у нас получилось, опять табличек. У меня косой, прям такой, знаете, такой ощущение, как это, не к ней вообще, такой ощущение, как это просто пират какой-то, который снял свою шляпку. Вот, короче, сейчас покажу. отлично. Ребята, ребята, я прошу прощения, у нас начинается новое занятие. Можно я покажу быстренько, мне тут быстро? Давай. Я вам очень рад, если бы подольше занятия длились. Спасибо за дом, меня. Да, кстати. Мне очень понравилось. Спасибо за субтитры, чтобы подольше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому,